Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Анастасия Час, и это очередной лайфхак из серии лайфхаки счастливых людей. Одна из важнейших целей жизни каждого человека – найти счастье для себя и своих близких. Катя не могла жить без работы и достигла больших успехов в своем деле. Ей не приходилось жаловаться на зарплату, и каждый выходной она с радостью отправлялась за новыми покупками. Она была общительна и любознательна. На работе у нее все было хорошо, было много друзей, но за пределами офиса жизнь была скучна и ограничилась общением с двумя кошками. Дважды в неделю она находила время на то, чтобы сходить в спортзал, потому что считала, что важно сохранить хорошую физическую форму. Все остальное время была занята работой. Тем не менее, девушка считала себя счастливым человеком, за исключением того, что ей было уже 36, и она все еще была не замужем. Ее коллеги по работе считали убежденной и счастливой одиночкой, но на самом деле это было не так. Она была бы рада создать постоянные отношения с кем-нибудь, просто в ее жизни этому не находилось места. Однажды она завела об этом разговор с тренером в спортивном зале. Ее тренер Татьяна рассказала ей о том, что однажды бросила престижную работу и начала учиться на инструктора по фитнесу, потому что работа не позволяла ей заниматься тем, что по-настоящему нравилось. Этот разговор стал влекать определяющим событием в жизни. В одно мгновение она поняла, что если хочет создать близкие отношения, придется поставить эту задачу на первый план и найти для этого время. Она была одинока не потому, что этого хотела, и не потому, что так надо. В ее жизни просто не было на это времени. В тот вечер она задумалась о том, что наиболее важно для нее, что сделало бы ее по-настоящему счастливой. И не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе. На следующее утро, к удивлению многих коллег, она подала заявление об уходе и очень обрадовалась обретенной свободе. Девушка решила вступить в несколько клубов и кружков по интересам и написала заявление в несколько брачных агентств. Через два года Катя вышла замуж за Михаила и была счастлива, как никогда прежде. Теперь она работала на полставки и получала не так много, но не расстраивалась по этому поводу. Она занималась любимым делом и была счастлива. А это главное. Поэтому, друзья, не торопите счастье. Так звучит пятый лайфхак счастливых людей. Не торопите счастье. Не торопите счастье. Мы все стремимся к счастью, но мало кто понимает, что на самом деле сделает нас счастливее. Может, надо сменить работу, может, выйти замуж или, наоборот, развестись. А может, поехать в кругосветное путешествие или купить новую одежду. Вы знаете, в погоне за счастьем мы пускаемся в такие безумные авантюры порой или скупаем горы ненужных вещей. Но счастье все дальше ускользает от нас. Между тем, к счастью, зачастую ведут совсем незначительные перемены в жизни. Не всегда обязательно менять работу. Можно сменить, к примеру, свой распорядок дня. Не обязательно кардинально менять свою жизнь. Надо обратить внимание, может быть, на те вещи, которые важны именно вам. Очень много таких нюансов, очень много таких вещей, которые помогут стать счастливыми. И для этого не надо делать такие сложные, может быть, какие-то шаги, а довольно-таки простые. Об этом пойдет дальше речь. Но для начала, по традиции, мысли мудрых людей. Не торопитесь. Радуйтесь каждому мгновению. На большой скорости расплывается пейзаж за окном. Теряется чувство направления и забывается цель поездки. Эдди Кантер. Актер-певец. Совершенство достигается постепенными шагами. На это требуется время. Вольтер. Будьте мудрыми. Не торопитесь. Кто бежит быстро, тот спотыкается. Шекспир. Создание чего-то задача трудная, которая может отнять годы. Разрушение не требует приложения ума. Происходит мгновенно. Черчилль. Ах, не приставайте ко мне с часами. Часы всегда либо отстают, либо спешат. Я не могу действовать по часам. Джейн Остин. Задумайтесь. Возьмите себе на вооружение. А мы пошли дальше. Постоянно встретишься с кем-то. Проблема, проблема. Ой, у меня проблема, у меня проблема. Проблема? Какая проблема? Если вы живете в постоянной спешке и думаете, что ничего изменить нельзя, я вам скажу, что вы выбрали слишком простой путь. Не верите? Может быть, вы хотели бы в жизни чего-то совсем иного, чего-то совсем другого. Если вы, друзья, ответили утвердительно, то я вам скажу, что как вы не стараетесь достичь состояния счастья, вы никогда не сможете его достичь. Почему? Попозже ответим. Поэтому проанализируйте свою жизнь и подумайте, все ли в ней идет хорошо. И посмотрите на картинке. Попробуйте составить такую вот круговую диаграмму и отметить на ней разные виды деятельности и время, которые они у вас отнимают. Понятно, да? Отметьте на ней разные виды деятельности, которыми вы занимаетесь, и время, сколько времени у вас на них уходит. Затем построите другую диаграмму и внесите в нее те виды деятельности, которые делают вас счастливым человеком. Потом, конечно же, сравните эти диаграммы. Я не зря нарисовала вот такие диаграммы, потому что, как правило, те виды деятельности, диаграмма, которая состоит из тех видов деятельности, которые делает человека счастливым, она вообще-то еще меньше, чем я ее нарисовала. Она совсем милипиперная. У большинства людей она совсем маленькая. То есть то, что делает людей счастливыми, они делают очень мало. Они проводят очень мало времени. Этому уделяют очень мало времени. Они на это концентрируются очень мало. Вот сравните эти обе диаграммы. И если сделаете свою, если между ними существует у вас значительное отличие, то, конечно, сейчас крайне важно, архиважно, необходимо просто исправить эту ситуацию, если вы хотите стать счастливым человеком. Потому что, например, если из вашей диаграммы следует, что большее время суток вы посвящаете работе, к примеру, а не общению с семьей, на то, что вы посвящаете тому, что не делает вас счастливым, то есть на то, что может сделать вас счастливым, у вас времени не хватает. Поэтому вам придется спланировать день так, чтобы быть на работе меньше, а освободившееся время, к примеру, посвящать, я не знаю, может быть, семье, на что у вас времени не хватает, вот именно на это посвящать больше времени. Это непросто, друзья, я вам скажу честно, это непросто, но это возможно. Иногда можно работать из дома, как я, к примеру, я отказалась от работы наемной, работы из дома. Я вполне всегда могу себе выкроить время, побыть с дочкой, побыть с мужем. То есть это очень здорово, когда ты можешь уделить время своим родным, близким, своим любимым людям. Не тратить кучу времени на дорогу, на поездки. Но если так не получается, можно тогда раз в неделю брать выходной. И по-разному можно построить, как говорится, стратегию создать, чтобы в результате вы получили больше диаграмму, которые делают вас счастливыми. Потому что, да, я понимаю, что можно там работать из дома, может, если вы что-то поменяете, может, станете зарабатывать меньше. Поэтому следует решить, каковы ваши приоритеты основные, каковы ваши ценности, ваши личные ценности. При этом помните, друзья, конечно же, нужно помнить, что достижение личного счастья – это важнейшая задача из тех, что стоит перед вами, что стоят перед вами. Потому что перед вами наверняка стоит не одна задача, не две. Поэтому очень-очень важно вот это вот определить, составить вот эти диаграммы и посмотреть, что в вашей жизни больше – счастья, радости, удовлетворения от тех дел, которыми вы занимаетесь, или наоборот, суета, бег по кругу, серые будни и так далее. Сравните, и это уже вам позволит понять, что, как, куда двигаться дальше. Следующий пункт, друзья, звучит так. Не тратьте время зря. Инвестируйте время. Вы наверняка слышали это выражение, что время – деньги. Да, друзья, на самом деле время – деньги. Время очень дорого. Очень дорого наше время, поэтому не позволяйте себе тратить его зря. Инвестируйте ваше время так, чтобы каждое мгновение приносило вам как можно больше счастья. Очень важно для этого понять, на что вы тратите время. Идет ли ваше время на то, чтобы создать какие-то определенные измеримые результаты, или вы просто попусту теряете его? Если ваше время, то есть вы получаете измеримые хорошие результаты, это хорошо. Если вы попусту теряете время, нужно понять, почему так происходит. Обязательно нужно понять, почему так происходит, и принять меры к тому, чтобы изменить эту ситуацию. И, например, если вы каждый день отводите определенное время на хобби, значит, тратите его с толком. Но также нельзя считать потраченное напрасно время на работу. Конечно же нет, потому что пусть она не всегда доставляет нам удовольствие работать, многим может быть, но работа необходима. Даже если некоторые обстоятельства в вашей жизни изменить нельзя, внести определенные такие корректировки, я думаю, можно всегда. А вот если вы тратите время на то, что можно не делать, причем это не приносит удовлетворения, вот здесь вы точно теряете время зря. Если вы тратите время на то, что можно не делать, что если что-то можно не делать, не делайте это, либо делегируйте, не теряйте ваше время зря. И, друзья, инвестируйте не только время, но еще и инвестируйте свои усилия. Так звучит третий пункт. Обязательно инвестируйте свои усилия. Здесь хочу сделать такую маленькую ремарку, сказать, что обычно мы рассматриваем время и усилия в одном пакете, так сказать. Хотя это не совсем так. Допустим, вам приходится проводить на работе значительное время. Таким образом вы лишаетесь чего-то другого. К примеру, общение с семьей или хобби. Поэтому уделите время тем делам, которые доставляют наибольшее удовольствие. Даже если это будет всего час, даже если это будет, может быть, полчаса, вы получите ощущение личного счастья. Поэтому важно определить те области жизни, на которые стоит тратить усилия. Затем разработайте план действий в этом направлении и четко следуйте ему. Именно это позволит вам обрести личное счастье, даже если не будет достаточно времени. Очень важно, друзья, отметить себе вот эти пункты и добавить в свою стратегию жизни. Итак, подведем итоги. Первое, что нужно сделать, это определить, чего вы хотите от жизни и старательно воплощать этот план. Обязательно. Далее, инвестируйте свое время и усилия именно в эти области и сможете получить немало счастливых мгновений. Однако, если не хотите терять время впустую и впадать в серую апатию будней и тратить зря усилия, постарайтесь обязательно и отведите время на то, что вас вдохновляет и вознаграждает за труды. Вы знаете, даже если вас что-то вдохновляет, но не вознаграждает, то устройте сами себе вознаграждение. Обязательно вознаграждение за труды должно быть. Учитесь распределять свои усилия, не тратьте их на борьбу с рутиной и разрешение вечных таких неразрешаемых проблем. Невозможно все время быть счастливым. Конечно же, невозможно. Знаете, как кто-то говорил, что счастливые только в дурдоме, да? Все время счастливые. Нет, все время быть счастливым, конечно же, невозможно. Но очень важно определить самые важные вещи, которые приносят нам чувство удовлетворения, и радости. Ну, заодно, конечно же, определяя эти вещи, работая с ними, мы, естественно, будем чувствовать себя удовлетворенными, радостными и счастливыми. Я благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Чарльз. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok